Законы Урнауму Давайте рассмотрим, какие клинописные законы дошли или сохранились до нашего времени. Законы Урнауму из древнего города Ура. Написаны на шумерском языке и были составлены по приказу царя города Ура Урнауму, который правил в городе Уре примерно с 2112 года по 2094 год до н.э. В своих законах Урнауму говорит, что он устранил вражду, насилие и установил справедливость в своем царстве. Следующие законы, которые дошли до нашего времени, это законы Уриннимгины из города Лагаша. Законы Уриннимгины так названы по имени шумерского царя города Лагаша Урингимна, который и составил эти законы и правил примерно с 2319 года по 2311 год до н.э. В своих законах Уриннимгины говорит, что он восстановил свободу Лагаши, законы, написанные архаическим диалектом шумерского языка. Следующие законы, это законы Лепит-Иштар из города Исина. Законы Лепит-Иштар были составлены по приказу шумерского царя Лепит-Иштара в городе Исине, который правил примерно с 1935 года по 1924 год до н.э. В своих законах Лепит-Иштар говорит, что он установил правопорядок в землях Шумера и Акада, простил задолженности по долгам. Данные законы написаны на шумерском языке. Следующие законы, которые хорошо сохранились до нашего времени, это законы Хамурапи в городе Вавилоне. Законы Хамурапи были созданы по приказу вавилонского царя Хамурапи, который правил в городе Вавилоне примерно с 1793 года по 1750 год до н.э. В своих законах Хамурапи говорит, что через этот закон он дал стране счастье, истину и справедливость. Следующие законы – это законы города Ишнуны. Законы города Ишнуны. Свод данных законов также иногда называют законы Белиламмы по имени царя, с чьим правлением в городе Ишнуны связывают их появление. Данные законы написаны на старовавилонском диалекте Акадского. Следующие законы, которые сохранились в хорошем состоянии до нашего времени, это Ассирийские законы. Ассирийские законы также еще называют как Среднеассирийские законы. Считают, что они были составлены в период между 1450 годом и 1250 годами до н.э. Данные законы действовали в Ассирийской империи, которая просуществовала с 1365 года по 1912 год до н.э. Следующие законы, которые хорошо сохранились до нашего времени, это Хетские законы. Считается, что Хетские законы были составлены в период времени примерно с 1500 года по 1300 год до н.э. Данные законы использовались в Хетском царстве. И, наконец, следующий закон, который мы с вами имеем, это закон Божий или закон Моисеев. Данный закон Бог дал через Моисея израильскому народу примерно около 1300 года до н.э. Этот закон действовал в Древнем царстве Израиля, и он является частью Священного Писания, христиан и иудеев. Итак, в настоящее время мы с вами имеем 7 древних клинописных законов. Три из которых являются шумерского происхождения, это из города Ура, Лагаша и Исина. Еще двое – это вавилонского происхождения, из города Вавилона и Ишнуна. Один закон ассирийского происхождения и один закон хетского происхождения. В данных клинописных законах записан богатейший исторический материал, который помогает лучше понять Божий закон, а также обычаи и традиции и события, которые происходили в Древнем народе Израиля. Обо всем этом мы с вами будем говорить в дальнейших видеопередачах. Субтитры создавал DimaTorzok